Доброе утро! Вы на канале Жить Краснодаре. Сейчас раннее утро, и это вид из моего окна на сад соседей. Сейчас уже яблок практически нет, остались только груши, вот там чуть-чуть падают. Впереди это поздний персик. Яблоки остались только поздние сорта, уже практически нет ничего. Его виноград зазрел почти весь, вот зреет еще в зеленой кожуре грецкий орех. Так что у нас уже тоже осень наступила, два дня шли дожди, и сейчас такая осенняя погода. А сегодня я хочу с вами поделиться информацией, где и за сколько мы покупаем одежду. Я вам буду снимать не в магазине, а мы уже все покупки сделали. Просто хочу, чтобы вы знали, мне кажется, это очень важно. Если бы когда я приехала и знала эту информацию, мы бы очень сэкономили на покупках. Сейчас, получается, начало сентября, и уже практически все распродажи закончились. Хотя вот в Глории Дженс еще немножко есть что купить. А так в августе летнюю коллекцию всю распродают, и есть возможность на следующее лето вообще за копейки одеться. Вот это я все брала в Глории Дженс. Это слайна. Смотрите. Смотрите, какой пиджачок классно джинсовый. Он стоил, это все Глория Дженс, он стоил 1499, я его купила, грубо говоря, за 600 рублей. К ним же я подобряла джинсики. Это я покупала в августе, наверное, недели две назад. Смотрите, стоили 1200, я взяла за 300. Вообще шикарно она, вот прям очень хорошо на нее смотрится. На ней смотрятся туфельки мы взяли за 200 на распродаже. Это слави. Вот василиски мы взяли за 250. Вот такие вот кеды блестящие. А джинсы, джинсы, смотрите. Вот эти, это мы брали уже в Ашане. Это единственные джинсики, которые были на распродаже, они стоили 200 рублей. Вот эту всю обувь, это все за 80 рублей. Смотрите, вот это. А, вот эти туфли тоже мы в тот же день распродажи брали. Все это было, так, сейчас, нет, не за 80, за 90 рублей. Вот это все 90 рублей. Плюс еще я ей купила несколько, она уже ходит в них на физкультуру, на такой, на высокой подошве тоже кроссы мы ей купили. Это все было в Ашане на распродаже. Это все в течение августа идут вот такие распродажи. Колготочки. Вообще, в принципе, они, ну, как бы не очень дорогие. Они там под 170 рублей, что ли, стоили. Тоже на распродаже. Все в тот день было за 90. Я и Славе набрала, и Василиски набрала, в общем, колготочек. Все там они в одной куче лежали. В общем, там надо было порыться, и разные размеры были. Вот платье тоже на осень. Это мы тоже в Глории взяли. 200 рублей. Так оно стоило, по-моему, там уже на ценник убрала. Что-то оно стоило, по-моему, рублей 600. Мы за 200 взяли. Сейчас покажу вам еще. Вообще, чтобы купить куртки на распродаже, нужно их покупать в конце зимы. То есть, получается, смотрите здесь, какой принцип у больших магазинов. Хорошо, мы живем рядом с Мегой, и я это все успеваю увидеть в течение, когда нет распродаж, я что-то присматриваю. А потом, когда распродажи идут, смотрите, зимние распродают в конце зимы. То есть, в начале весны уже выкладывают новую коллекцию. И вот это вот месяц, последний февраль, ну, где-то чуть-чуть, может быть, середина марта идет глобальная распродажа всего. Зимние обуви, зимние одежды, какие-то джинсы, там, кофточки. То есть, распродается вплоть до 70%. Но вот это я... И мы, короче говоря, вот эту зимнюю распродажу пропустили. Мы что-то там работали ли, я не помню что. И я понимаю, что мой ребенок остается, мои дети, вернее, остаются без зимней одежды. И мы в Анапе, зайдя случайно в магазин, там на Горького есть такой большой магазин с вещами и с обувью. Видим, что лежат классные, висят, вернее, классные. Польта, вот эта вот пальтишка была с 50% скидкой или даже больше какая-то скидка. Ну, короче, стоило 2 с чем-то там. А мы его купили за 1000. Если что, на Василису померили, она вообще-то классно смотрится на ней. Но это, вот, конечно, на холодные дни, когда там будет, может быть, минус 15 здесь, нужно что-то потеплее. А, в общем, на зиму вполне вот этого синтепончика непродуваемого хватит. И Славе. И там же купили вот такую вот курточку на зиму Славе. То есть, вполне, тоже за 1000 рублей. Со скидкой там тоже, по-моему, на нее была 50% скидка. То есть, надо подходить вот к этим квишелам, где написано распродажа. Смотрите, тоже купили вот такие вот эти перчатки. Они стоили в Ашане зимой вот столько, вот столько. А на распродаже в конце зимы мы купили по 50 рублей. Там были и розовые, и черные, и на Вову тоже такие классные, тоже по 50 рублей. Они стоили там что-то, по-моему, под 500. А мы по 50 купили. В общем, накупили. Вот представляете, какая вот огромная экономия. Сейчас мне опять будут говорить, что вы хаете в Дальний Восток? Ребят, я не хаю, я констатирую факты. Просто в Арсеньеве, там, где я жила, у меня у мамы, у самой отдел был. Она продавала вещи. Я говорила маме, мам, давай устроим распродажу. Она говорит, нет, будем продавать. И она годами продавала одни и те же вещи. Ну, что-то новенькое довозила. Но на старое она не распродавала. Поэтому у нас там не было выбора. Мы покупали вот эти вот вещи по той цене, по которой они есть. И пусть она уже модель не новая, но все равно приходилось покупать. Здесь полностью старые коллекции прошлогодние. Все распродают и завозят новые. Распродают буквально по 70%. Можно одеваться в брендовые вещи буквально за копейки. Сейчас вам еще покажу. Расскажу вам, как я покупала форму. Вообще, вы знаете, что мы пошли в новую школу. И там у нас синяя форма должна быть определенного формата. Можно было заказать в ателье, но я посмотрела, мне не понравилось качество. Я решила, что я буду покупать. Мы купили форму в детском мире. Я просто была в шоке. Я всегда думала, что детский мир достаточно дорогой магазин. Но правда, там не дешево. Но в этом году вот эта юбка очень хорошего качества изначально стоила полторы тысячи. И она прям в идеале... Ну вот надо было нам вот такую вот модель. Полторы тысячи. Потом я, конечно, носом покрутила. Потом прихожу. На нее 50% скидка. То есть она стала стоить уже там под 800. Сколько-то там. Нет. 699 вот так вот она стоила. Точно 30% жилетки. И еще там другие юбки. Я думаю, ладно, на следующий день придем что-нибудь. Ну, померяем и Славе купим. Мы приходим буквально через неделю, а там проводится акция. Ты берешь две вещи, третья в подарок. То есть мы взяли две юбки, такую жилетку и еще другую. Сейчас Слава в школу ушла в них. Всего за 1500 с чем-то. Плюс у нас еще упали проценты, бонусы на карточку. Представляете? То есть три вещи можно также брать на распродаже. Ну, то есть форму тоже можно покупать. Не обязательно втридорого за нее переплачивать. Ну и мы взяли вот такие, такого формата блузочки. Эта блузочка у нас из Gloria Jeans. Она стоит 500 рублей. Мы берем 5 блузок, чтобы она каждый день меняла новую. Тогда они практически до конца учебного года сохраняются в очень хорошем состоянии. И за 500 рублей можно очень даже хорошие блузочки. И хэбэшку, и где-то там чуть-чуть с синтетикой, и с там рюшечками. В общем, имейте в виду, что здесь можно вполне купить блузку за 500 рублей, если ее поискать. И форму. В общем, в этом году я очень довольна и счастлива, что мы, у нас шикарная форма буквально, можно сказать, за копейки. Акула. Есть такая марка, конечно, известная всем, детская, да? Но она очень дорогая. Мне нравятся вещи. Мы обычно заходим, посмотрим и выходим. В этом году они сделали 70% распродажу в конце августа. Вот. Кофточка вот такая вот. У них очень хорошего качества вещи. Сидят шикарно. Модели неплохие. Стоила она 800 рублей. Ну, разве можно купить такую за 800 рублей, такую кофточку? Ну, конечно, нет. На распродаже она стоила всего 200. Вот тоже 200. Вот эти все. Но это уже... Мы много там чего понабирали в Акуле. Но Слава там уже куда-то к бабушке поотносила для переодевания. В общем, в многом вот по 200 кофточек. По 150, по 100 майки там были. Вот это все мы в Ашане брали на распродаже. 100, 100, 100. Это вот она в субботу будет в школу ходить. Как бы это не блузка, но такая беленькая трикотажная футболочка. Глория джинс 200. Это мы в прошлом году брали. Тоже классная такая юбка. Она ее так любит. Брали в детском мире тоже на распродаже за 200. И вот это вот 100. Сколько она стоила раньше? Это вот в Ашане. В Ашане, кстати, в принципе, недорогие вещи. Можно даже неплохие найти. Ну, вот мы тоже взяли на распродаже 100. Вообще, вот на распродажах очень много одежды. Вот на славу огромное количество. Вот с Василисой, вот это вот для Василиса очень-очень-очень мало. То есть вот такого возраста на 4 года, как она, 4-5 мало. Вот с 6 до 14 без проблем. Вот все, что мы ей купили. Тоже это все купленное на распродаже. 200, 200, 250. Это на следующее лето. Это я чуть-чуть ей на вырост купила. А вот на осень. Ну, мы вот в основном все в Ашане брали. Хоть тут написано 98, но она ей как бы даже чуть-чуть большевата. Вот такие хэбэшки. Ну, 100% хэбэ. Оно, конечно, где-то потом подтянется. Ну, мы как бы вот с малолетства такие носим. Как бы нам нравится. Вот таких несколько штук по 100 рублей взяли. Там розовые. Короче, все, что было, выбор небольшой. Вот такие вот тоже. Так. Сколько же они стоили? Вот мы их буквально вчера, вчера-позавчера взяли. На осень уже готовимся. Потому что Василиса все. Вот выросла из-за всего. Вообще ей нечего одевать. Короче говоря, что-то вы в районе 200 с чем-то там. Вот эти за 200 на распродаже джинсики взяли. Вот эти джинсики там же, где и Славе взяли тоже. В Ашане на распродаже. Да, они тоже стоили 200 рублей. Вот это. И вот в Глории джинс. Вчера мы зашли в Глорию джинс. Вот эта вот маечка на распродаже стоила 59 рублей. Вот эта вот туничка 150. А, да, вот. 399. И вот за 150 мы взяли. Там вообще, конечно, в основном мы вещи брали детям. Но кое-что я в себе на лето взяла. Сейчас вам покажу. Что можно примерно купить взрослым. Вообще на обувь тоже. Вот в каре огромные тоже распродажи. При том, что большая скидка на обувь. Плюс еще берешь две вещи. Третья в подарок. Можно и сумку взять. Мы так в Ярославе взяли рюкзак. Жалко, его нету. Я бы вам показала. Шикарный просто рюкзак в школу. Изначально он стоил 2500. Мы его взяли за 600. Вот. И это заключительный аккорд нашего похода. Глорию джинс. Слави шорт. Ну, как можно было не купить шорты за 180 рублей. Вот мы и на следующий год тоже накупили. Так стоили они сколько там? 800. 700. То есть, они все вот по одной цене. Вот эти джинсовые дранки. Классные вообще. И вот такие. Вот такую вот маечку. Туничку мы ей взяли. За 100 рублей всего. Но это уже финальная распродажа. И если вы хотите что-то еще купить. Там огромное количество разных футболочек. Но все летние юбочки, джинсики. То есть, очень большой выбор. Езжайте в Глорию. Еще успейте одеть на следующее лето своего ребенка и себя. Вот это я себе купила. Под шорты. Вот. Всего за 150 рублей. Ну, как было не купить такую туничку себе? Это вот шортики я себе взяла. Вот за 500 рублей вместо 1200. Все равно в следующем году покупать. В следующем году ты будешь уже покупать за 1200. В общем, они сейчас распродают. Вот такую себе рубашку. За 400 рублей стоила она 1000. Под белую. Под белые штанишки. Брючки свои классные. Ну, и вот это вообще что-то там 200 рублей. Тоже джинсовая такая штучка. Тоже под юбку можно и под штанишки. В общем, вот так вот. Чуть-чуть себе. Там у меня получилось то, что я на 1000 рублей купила вот эти вот. 1000 с чем-то там небольшим. Вот эти все себе вещи на следующий год. Вот так вот можно здесь, в Краснодаре, одеваться дешево и красиво. Главное делать это на распродаже. Кстати, это делают очень многие. Вчера в Ашане было неограниченное количество людей. Все толпились. У Глории работало три кассы. И в каждой кассе была очередь. Человек, наверное, по 10. Конечно, они быстро обслуживают. Но я про то, что очень много. Вчера было людей. Вчера было суббота-воскресенье. Вот мы ездили в воскресенье. В субботу мы ездили. Позавчера было очень много людей. И все что-то покупают. В общем, очень мне нравится за это Краснодар. Большие города. Я думаю, что в каждом большом городе такое есть. А в маленьких городах нет. В маленьких городах людям приходится одеваться в то, что, во-первых, им привезут торгаши. Потому что мама моя сама торгашка. И ту цену, которую они посчитают нужным назначить. То есть мы одевались в три дорого. Таких цен, например, на классные шорты в Арсеньеве не было. Нельзя было купить вот такую классную майку за 99 рублей. Может быть, сейчас что-то изменилось. Не знаю. Хотя очень сильно сомневаюсь. А раньше было вот так. То есть такая майка минимум стоила рублей 300. Как она, в принципе, вот так вот тут и стоила. Что вот так. Друзья, надеюсь, мое видео было вам полезно. Теперь вы знаете, во что мы будем одеваться. Почти весь свой гардероб вам показали. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Будет еще много интересных видео. Всем пока!